Доброго здоровьи, уважаемые посетители моего канала. Я хочу рассказать о себе любимом, опираясь на Википедию. То есть я здесь в Википедии, материал из Википедии, свободной энциклопедии. В частности, Малахов Геннадий Петрович рассказывается обо мне. Давайте вместе пройдемся и установим, вернее я как лицо, о котором в Википедии пишут, уточню, так ли это или не так. Ну вот здесь дата рождения 20 сентября 1954 года. 69 лет полных, да. Место рождения Камень-Шахтинский, Ростовская область, РФСРСР. Страна СССР родился, жил, да, потом Россия стала, да. Род деятельности, тут написано так, телеведучий, писатель, предприниматель и уринотерапевт. Телеведущий было дело, писатель продолжается. Предприниматель я оказался, был, да, я там зафиксирован, был, так сказать, платил налоги, но предприниматель слабоватый. Уринотерапевт. Уринотерапевт это человек, который должен принимать пациентов постоянно. Странно, такого у меня не было. Книгу написал Паурини, это одно. А вот, знаете, вот это так, все это вот принимать, больных советуют, вот так вот, вот так, вот так, вот так. Нет, неверно. Отец Петр Малахов, мать Алла Малахова, Алла Варвара Малахова, то есть первый, казус, супруга Нина Михайловна Малахова, да, дети Леонид и Екатерина Малахова, да, сайт Генеша, Малахов Про, чтоб не болел, Генеша Рум, ну это вроде как мой, Малахов Про мой, чтоб не болел, это магазин сына. Ну и начнем. Значит, Петрович родился тогда-то, российский писатель, разработчик и популяризатор нетрадиционных методов ведения здорового образа жизни, автор неакадемических и в скобках лженаучных. Вот я именно из-за вот этой фразы, лженаучных, и решил сделать это видео. Публикации о способах оздоровления организма участник и ведущий ряда специальных телепрограмм уринотерапевт. Ну давайте дальше. Биография. Значит, родился 20 сентября, да, после школы окончил профессиональное техническое училище, тут написано 47 по специальности, не электрослесарь, а электрослесарь кип и автоматики. Это небольшая разница. Так. Далее. В 1988 году окончил Центральный институт физической культуры в Москве, Центральный орден Ленина, институт физической культуры и спорта в Москве. Не в 1988, а в 1980. И как раз не пустили на сдачу экзаменов в Москву по той причине, что там в это время была Олимпиада. По рассказам самого Малахова, то есть меня, к идее здорового образа жизни он пришел, когда при попытке завязаться спортом, перенес тяжелейшее заболевание миндали. Нет, нет. К идее здорового образа жизни я пришел. Я пришел. После того, как я женился, и у меня, буквально, как бы, я женился в 1981 году, в 1982 году родился сын, и вот как раз после рождения сына случился, будем говорить, житейский кризис у меня, который как раз и повернул, развернул в сторону от того, чем я занимался. То есть я занимался спортом, потом там как-то там жить надо было. И как раз у меня началось там обострение геморроя, и вся эта эпопея пошла, я пошел, значит, лечиться в больницу, и там мне дали свечи, но я об этом рассказывал. Толк ноль. И вот после того, как я получил нулевой результат от обращения к официальной медицине и хорошему специалисту, ну, свечи, пожалуйста, вот свечи все. Ну и что, свечи повставляли, курс прошел, через два месяца обострилась опять. Курс прошел, через месяц обострилась опять. Ну и что дальше? Курс еще, а уже на тебя смотрят действительно, как одна моя знакомая говорит, раз ничего не помогает, может, надо тебе в психушку посадить. Было это такое видео. Кто регулярно смотрит канал, тот это все видел. Вот, то есть, геморрой, и вообще, как бы сказать, вот, когда все по жизни рушится. Хрен знает как жить, на что жить, и так далее. Знаете, надо коренным образом пересмотреть жизнь, и вот как раз меня, значит, развернуло и направило. Так, Геннадий Малахов попытался справиться с болезнью посредством очищения организма, и для этого обратился к... Нет, в то время я стал, подумал так, ну, я вот практически начал с 50 килограмм, когда я занимался тяжелой атлетикой, вот, я начал там поднимать, на грудь брал 50 килограмм, вот, и закончил 200 килограмм, я уже там практически толкал, да, и я, естественно, обратился, вернее, не обратился, а начал зондировать в то время, это как раз 1980-1983 годы, кто, что там делал, как, кто оздоравливался, знаете, вот, в советской стране, так сказать, ищешь все это в местных условиях, и я обратился к Юрию Павловичу, который там немножко там занимался, там, йогой, чуть-чуть, немножко он там дышал, и еще, да, он там практиковал йогу, и который сумел методикой правильного дыхания поднять самого себя на ноги, самого себя, и дальше он занимался, я с ним связался, поговорил, ну, мне не это требовалось, я, как говорится, пошел дальше, дальше получилось, что я знакомлюсь с Семеновой Надеждой Алексеевной, через нее, значит, выхожу на Владимира Григорьевича Черкасова, Черкаса уже знакомит меня с Шаталовой, Галиной Сергеевной, ну, просто познакомили, то здравствуй, здравствуй, все, я ее видел, она меня видела, и разошлись, то есть, никто там меня там не учил, но, благодаря Владимиру Григорьевичу Черкасову, большущая благодарность Владимиру Григорьевичу, у него была библиотека здравительной литературы, такая мощнейшая, и вот я начал ее, использовать, брал эти книги, перепечатывал, то есть, в то время, где-то, года три, я постоянно ходил с машинкой печатной, вот, можно сказать, наверное, стебанулся, паренек, и постоянно печатал, что-то узнаю, перепечатаю, что-то собирал, пробовал, собирал, пробовал, ну, так вот было, то есть, Юрий Павлович, увы, меня не поднял, это, это произошло, благодаря тому, что я накопил, разного рода материал, и его исследовал, а именно, мощный толчок получился, после того, как я сделал, курс очистительных клизм, и почистил печень, изменил питание, естественно, я стал буквально таким, вот, в течение двух-трех месяцев, совсем другим человеком, вот это да, так что, значит, позднее Малахов познакомился с последовательным учения Иванова, писателем Владимиром Черкасовым, да, познакомился, но он встречался лично с Ивановым, там, но не особо так уж следовал, как, знаете, как был какой-то ярый последователь, да, уважал там, ну, значит, Черкасов, который дал ему книги Поля Брыга, Шелтона, Окера, да, это были, не то, что книги отпечатаны, а это были ксерокс, то есть, какие-то научно-исследовательские институты, имели доступ к этой литературе, и ее, так сказать, немножечко там продавали, там, знаете, бизнес был. Так, в 1986 году Малахов развивал свой клуб «Бодрость», в котором он рассказал, как чистить печень, правильно питаться, а также проводились занятия йогой, гимнастикой, гимнастикой и уши. Да, мы там бегали, то есть, вот это была как раз школа здорового образа жизни, люди приходили, в основном там приходили пожилые люди, с разного рода болячками, особенно много вот, с камнями в желчном пузыре, рассказывали, как чистить, то есть, все пятое-десятое, все шло нормально. Так, в середине 90-х годов вышли первые книги Малахова «Целительные силы», первые и вторые там, но не в середине они вышли, но вы хотя бы посмотрели там, они вышли в начале, они вышли в 91-м, 92-м, 93-м году, по-моему, уже все, максимум там 94-й, но по-моему, 93-й год, я, конечно, могу там посмотреть, все это дело там, то есть, не в середине, в середине они уже валили все четыре тома вовсю. Так, телевидение, ага, так, 10 апреля 2006 года в эфире первого канала впервые вышла телепередача «Здоровый образ жизни» под названием «Малахов плюс Малахов». С главным ведущим Геннадиями, с ведущим Андреем Малаховым. Да, с 22-го мая 2006 года, после ухода из телепередачи Андрея Малахова, передачу переименовали в «Малахов плюс», и с ведущей Геннадий Малахов стала Ирина Проклова. Да, с 6-го сентября 2010 года передача не вышла в эфир, и было экстренно заменено программой знакомства с родителями, так как Геннадий Малахов не приехал на съемки. Так как передача были отснята последние 15 программ, и я увидел, что передача совершенно изменилась, вообще всю команду «Малахов плюс» уволили, остался я один, мне там давали других ведущих, вот сделали новую студию, пришла там новая команда, этот самый продюсер мне сразу не понравился, там я глянул, ну не понравился, знаете, вот бывает, ну не понравилось и все, что там я дальше. И вижу, что не то, я раньше рассказывал про естественное оздоровление, а тут больше надо, значит, на медицину, это меня не устроило, плюс еще все эти новые съемки, все по новой, это вот новая команда пришла, она не знает, как снимать, откуда выйти, что сделать, пока руку набьют, я понял, знаете, какая-то накопилась вообще-то усталость, это особого рода усталость, я думаю, не, я это вот, как-то с начальством, вроде до этого что-то я там пробовал говорить, потом как-то не до что чиститься до него, и я, знаете, со спокойным, так сказать, да, что будет, то будет, оп, и не приехал, все, да, по данным соседей, он пытался, вот это, вот тут уже пошли сказки, сказки Рыгинской балки, в которой я живу, по данным соседей, он пытался покончить жизнь самоубийством, но вовремя остановился, надо же, ой-ой-ой-ой, вот сочиняют, молодцы, 8 сентября, лайф-ньюс, ты смотри, а 9 сентября, комсомольская, комсомольская, комсомольская правде, вот так-то, да, он заявил, что у него не осталось ни физических, ни моральных сил на то, чтобы вести эту программу дальше, да, я должен сказать, не осталось, причем, не ту, что была, а вот ту, что мне навязывают, чтоб я ввел, то есть, одно дело, это как жить с нелюбимым человеком, у тебя его навязывают, а ты его, ну, не хочешь никак, более того, у вас разные взгляды, пошли дальше, Что в последнее время программа стала тяжелой для восприятия? Ну, возможно, я так выразился, она стала совершенно другой, еще разок скажу, из, грубо говоря, народной медицины она превратилась в официальную медицину и потеряла подлинную народность. Да, и так как программа сменила название на Малахов плюс генералов и Малахов плюс Морозов он растрогает контракт. Не это, что это подобрали вот ведущего мужчину, ведущую там женщину, вот-вот, то есть, пробовали так сделать. Знаете, вот все-таки да, и ушла Елена Проклова, то есть, у нее там какой-то предложили в то время как раз в конце где-то сентября ей предложили проект и она ушла на этот проект. Значит, я остался вообще-то один с новыми людьми и так далее. И просто-напросто я ушел, ничего не расторгая, даже зарплату не получил. а потом, когда по новой там, сказать, все это закрубилось, я говорю, я зарплату не стал получать из-за того, что мне заплатили за рекламу вперед как бы отдавать. Мы сказали, да, надо было получить зарплату. Ну, ладно. Так, также он пожаловался, что потянул спину во время съемок одной из передать. Но я вспоминаю, да, было то, что я показывал там одно как бы сказать упражнение и потянул спину, но это не то, это просто я, возможно, рассказал, да, что у него не имеет правая нога, сердце поборет. Возможно, возможно, и это было, возможно, это было, сейчас, вы видите, другой человек с совершенно другим здоровьем, да. Пресс-служба Первого канала заявила, что контракт Малахова может быть расторгнут в одностороннем порядке только при условии выплаты крупной неустойки в размере полтора-два миллиона рублей. В связи с этим программа была закрыта. остановимся. Знаете, вот тут как-то получилось, насколько я помню, рекламу, ту, за которую мне заплатили, возможно, повторно заплатили, отработал Якубович, я видел сам по телеку. Так, значит, в связи с этим программа была закрыта. Ушел ведучий и все. То есть, казалось бы, вот есть дело, вот есть программа, да бери другого ведучего и делай. А нет! Ну ладно. С 25 октября по 9 ноября ух ты, а почему это само 2012 года выходили повторы в эфире Первого канала? Ну не знаю. А! Ага! Смотрите, в 10-м году я ушел, а в 12-м году вот были повторы, но это туда дальше, и меня вновь пригласили на Первый канал, на программу Доброго Здоровица. Константин Львович говорит, что для этого надо? Я сказал, то-то, 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 пожалуйста, давай. И дали соведущую Андрину Михайловну Вовк и пошло-поехало. Но это уже совсем другая программа, она так больше какая-то развлекательная была. Так, в октябре 2010 года стал главным ведущим телепередачи Востяху Геннадия Малахова на 8-м канале. В октябре, в октябре 2010 года, в октябре, точно ли в октябре? Ну, тогда он стал известен тем, что публично заявил о возможности вылечить водковетряную оспу. Не помню, не помню. Может быть, что-то и сказал водкой, да, публично завел. Посмотрим, там сноска 19. А давайте как раз и посмотрим сноска 19. Вот тут хорошо, что сноска 19. Сноска 19, да. Народный, так, пять самых странных советов Геннадия Малахова, аргументы и факты. Что тут, что тут у нас написано? Так, народный, самых странных методов, ага, так, чистка печени большими дозами масла, хорошо. Совет, водкой можно вылечить ветряную оспу, раствор из водки уст, снимает зуд в местах поражения. Ага, ну, это же, опять-таки, не мой, не мой, так сказать, рецепт, это я просто озвучил, мнение официальной медицины, врачи вообще не поддерживают методы лечения водкой, как и любым другим алкоголем, да. Водка, раствор водки, уши, это так, ветряная ось, пиза, так, что тут, это, 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 скачет так, специальное лечение, антисеприкам и так далее. Ну, 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 так, а ну-ка сюда, опа, угу, то есть внизу там ссылки, вы можете посмотреть, почитать, но я кратко объясняю все это дело, что, что и как там было, так, ага, 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 так, 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 вылечит водка ветряную оспу, ну, ладно, это, не берусь, это десятый год уже, сколько прошло, 14 лет, так, с января 11-го года снимался в проекте украинского телеканала Интер с Даровинки Булей с Малаховым, то есть меня пригласили туда, я уже рассказал, пригласили, поснимали, потом началось надо на украинском языке все это дело делать, ведущая Аннушка начала вести на украинском языке, я на русском языке, а потом вообще просто закрыли, ну, да и все, недолго, так, с мая 12-го года после двухлетнего перерыва вернулся на российское ТВ, чтобы вести программу в гостях Геннадия Малахова на 8-м канале, может быть, не, 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 в гостях у Малахова, переврали, что в октябре 10-го года стал ведущим телепередачи в гостях на 8-м канале, а с мая 12-го года я стал этим самым работать на на 8-м канале и программа наживалась в гостях у Геннадия Малахова на 8-м канале, прекрасна была передача, великолепна, я там, так сказать, раскрылся, ну, кто ее особо смотрел, так, летом 12-го года участвовал в передаче с новым домом на телеканале Россия-1 в качестве эксперта по народной медицине, и тут нормальненько, все велось как раз Алексея, по-моему, Бегаку в программе там рубрики были, мы, как бы сказать, поднимали значимость передачи, то, допустим, Сад-Огород, то, допустим, народная медицина, то еще там участвовали, великолепно, но, опять-таки, поругались, как-то поругались, вот вышло, по той причине, что я предупредил, что этот самый, как раз меня позвали на первый канал, что у меня там не будет переговоры, вот, а в это время как раз передача была, ну, Игорь, я же предупредил, что так-так, что меня не будет, то есть там могли и без меня обойтись, Ганечкина, там, допустим, другие там, кто был, ну, вот, как бы сказать, нашла Касана Кремень и сказали так, все, значит, с Россией 1, значит, ушел, так, с 3 декабря, и вот почему, и вот как раз Константин Лунович приглашает вновь затеять вот такую программу, как было, Малахал Плюс, и я соглашаюсь и с 3 декабря 12 года по 28 марта 14 года, 13 год, это вообще, знаете, вот год, ну, лучше которого, как бы сказать, и не было, вот, я пытаюсь сделать целебную кулинарию, вот это веду, вот этот, ладно, кое-что я умолчу, да, вот, ведущим ток-шоу на первом канале Доброго Здоровьяца со ведущей Ангелиной Волк, так, великолепно было, но потом, потом, вроде даже рейтинг там особо не понизился, ну, как говорится, как позвали, так и отозвали, так, в 16 году принял участие в программе Таблетка на первом канале, да, было дело, осенью 16, ведущий программу Азбука Здоровья на канале ТВ3, но пыталась, пытались, значит, ТВ3, что-то сделать, и так, и сяк, и некоторые, знаете, так говорят, но понравилось всем, кроме начальства, и, короче, все это прекратилось, скорее всего там какие-то другие силы мешали, знаете, конкуренция, кто-то что-то хочет, то есть они поняли, на моем примере, что можно быть популярным, и передача такая, знаете, популярная может быть, и туда все людишки полезли без мыла, ладно, теперь, значит, критика, вот остановимся на критике, медики предупреждают, что рецепты, предлагаемые Малаховым, могут привести к тяжелым последствиям для здоровья, плод, до летального исхода, а я не предлагаю рецепты, вот что самое интересное, я рецепты не предлагаю, опасность рецептов, пропагандируемых Малаховым, уринотерапии, там, лечения керосином и так далее, усугубляется их широкой рекламой в СМИ и выходящих многомиллионными тиражами книгах, так, ВД, Тополянский доцент Московской медакадемии имени Сечева назывался Малахов Ахине, вот смотрите, вот там, что-то там, лечение керосином, уринотерапия, ладно, если мы возьмем целительные силы, о чем я там рассказываю, я рассказываю о чистке толстого кишечника с помощью клизм, есть такая процедура в медицине, есть, я рассказываю о чистке печени, есть такая процедура в медицинской, в медицине, она называется Тюбаш, есть, я рассказываю о функциях печени, это строго научная информация, об устройстве там, кишечника, об устройстве вообще физиологии и анатомии человеческого организма, это же информация не моя там, выдуманная, что тут, что тут не нравится, значит, Малахов говорит, что перемолотая яичная скорлопа и кости морских рыб помогут при коксоартрозе, но это же бред, коксоартроз имеет разную природу, и не зная причин, этой скорлопой можно довести человека до инвалидности, можно, но тем не менее, есть примеры излечения коксоартроза, с помощью вот таких вещей, да, причин множество, и тут естественно надо указать, вот в том-то случае это помогает, а вот в этом случае действительно ничего не может быть, ладно, дальше, ведущий вызывает у меня одну ассоциацию, Малахов-Курган, ну хорошо, Малахов-Курган, Малахов-Курган тактически важная высота на корабельной стороне Севастополя, получившая всемирную известность во время Крымской войны благодаря героической обороне русскими войсками от англо-французских войск. А, это я считаю, как бы сказать, похвалой, где стоял памятник неизвестному матросу, и я не знаю, сколько людей, наслушившие его советы, лягут в Новом Малахов-Кургане. Ну что, практика показала, вот уже прошло там сколько, ну, если считать 94-й год окончанием создания целительных сил всех четырех домов, то уже прошло 30 лет, и за это время, лично я, допустим, вот видите, вот перед вами выступаю, рассказываю, и люди, которые прибыли книги, которые вдумчиво занимались, а не просто такая, ля-ля-ля-ля, те получили результаты, о чем и пишут, о чем и рассказывают. Всякое, конечно, может быть, нельзя сказать, что только 100%, как в медицине, 100% мы излечим, как сартроз, и что получается. Ну ладно, так, я уж не говорю о рекомендациях при мокром кашле исключить молочные продукты. Но если человек не понимает, что молочные продукты это слизеобразующие продукты, и если человек хотя бы исключает их на некоторое время, это как раз рекомендации из-за юрведы, древние, наук о здоровье и жизни аюведа, то получает облегчение. Мне она представляется фантастической. Ну вот, знаете, хочу, книжечка тут вот у меня лежит. Научное наследство Амирдорула Амасиацер «Ненужное для неучей». Тут такие вещи описаны. Описаны, кстати, вот это тоже отсюда идёт, что вот, ну, они не нужны им. У них там своё, своя теория, знаете, свои, как бы, соториентиры, они там считают это так, вот так вот должно быть. А на самом деле, на самом деле, как это должно быть, и чтобы это помогало. Вот, что главное. Так, с видом Авгура он вещает, Авгур, кто такой, Авгур, а Авгур, член почётной, ух ты, Авгур, член почётной римской жреческой коллеги, выполнявшей официальное государственное гадание для предсказания исхода тех или иных мероприятий по ряду природных признаков поведения, полёта и криком птиц. Ага, вот так-то, ну чё, почётный римский член, уже само член, это, знаете, это ж ничего не вот такое, а член. Вот, что, что нам обещают лунные сутки? Ну, опять-таки, 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 о том, что планеты влияют, особенно Луна влияет на процессы на планете Земля, хотя бы взять эти же приливы и отливы, и как они влияют на планету, ну и так далее. Ну, не знает, ну что сказать. Оказывается, 14 декабря они будут симулировать агрессию и аппетит. Это древние знания, которые я рассказывал. Странные, странные люди. Когда это говорит какой-нибудь пациент психиатрического отделения, я с ним не спорю, но с Малаховым спорить не собираюсь. И правильно, правильно делайте. Что спорить? Одно дело рассказывать о том, что уже было известно, и просто-напросто это, как бы сказать, транслировать через себя, говорить, это вот так, это вот так, и вот так. Но это не мои выдумки. Теперь Варшавчик, телекритик, новых известней сообщает, что специалисты считают методики оздоровления Геннадий Малахов не иначе, как лженаучными. Ага, псевдонаука, также лженаука, псевдознание, деятельность или учение, предоставляемое сторонниками как научное, но по сути таковыми не является. Другое распространенное определение псевдонауке мнимая или ложная наука. Ага, вот так вот они это самое, лженаучными. Но как, как вот, будем говорить, я вот сейчас работаю над этим самым, над травником. И я вам уже сообщаю, вот раздел, какие вещества находятся, допустим, в том же чистотеле, за счет чего он проявляет те или иные свойства. То есть древние, раньше древние, не зная из чего состоит, из каких веществ состоит, допустим, чистотел, они говорили, вот он применяется для того-то, для того-то, для того-то, для того-то. Современные исследования, они, значит, разобрали этот чистотел на составные вещества и определили, что эти вещества действуют вот таким-то, таким-то образом, которые, которые подтверждают, что чистотел действует так, как рассказывали древние целители, не зная вот этих составных частей. Они ими не нужны, им нужно действие. А мы закопались в этих кирпичах и не видим целого здания. Ну, какие тут уже научные. Опять-таки, рассказываю об устройстве человеческого организма. и еще вот важно, что я хочу сказать. Рассказывая об оздоровлении, я стараюсь не вносить какие-то свои методы, а прежде всего опираться на работу организма, на его анатомию и физиологию, как это должно быть. И с учетом этого выравнивать процессы в организме, которые были искажены тем или иным заболеванием. Все! С помощью образа жизни. Стараться в основном вот так вот, с помощью образа жизни, а не с помощью каких-то лекарств, оставляя образ жизни как основополагающий фактор сдвига внутренней среды, сбоя физиологии, нетронутым. И поэтому лечение с помощью таблеток, процедур и прочих операций ничего не дает, о чем и показывает. Ну, я только что говорил, прогнозы, рак будет расти, аллергия будет расти, сахарный эффект будет расти, сердечно-сосудистые заболевания будут расти, психические заболевания будут расти, и все, вот они прогнозы. А как это что сделать? Ума не хватает, понимаете? Хотя все это было известно, но вот эти знания нам не нужны, знаете, вот не нужны и все. Так, Юрий Поляков, врач-психиатр, кандидат медицинской науки, считает, что, ну, я скажу, а я академик, академик народной медицины Узбекистана, так, для специалистов очевидна лженаучная научная сущность теории оздоровления Геннадия Малахова. И тем не менее, именно на вот этой вот теории, как теории, вот-то я создал какую-то теорию, вот она физиология, вот она анатомия, вот она, как организм человека работает, и задача нормализовать эту работу. Все, как только, а нормализация этой работы происходит за счет здорового образа жизни, то есть образа жизни. И уже там доказано, что образ жизни это основа для здоровья, а там все это медицинские практики и прочее, прочее, так, дополнение. Это можно, знаете, даже, даже, знаете, вот, давайте этот, вот сделаем этот, вот такой запрос, как бы сказать, официальный запрос в интернет. Так, значит, запрос следующий, что влияет на, уже тут сами, на здоровье человека. И теперь, вот мы смотрим, по утверждению специалиста ВОЗ, здоровье на 50-50 процентов зависит от образа жизни человека. на 20-23 процента от наследственности, которую мы теряем, делая модные процедуры, мы ее, мы ее просто-напросто губим на корню. На 20-25 процентов от состояния окружающей среды, экологии. И на 8-12 процентов от работы национальной системы здравоохранения. Так вот, вот эта национальная система здравоохранения со своими 8-12 процентами пытается, пытается что-то сделать против, грубо говоря, смотрите, вот мы прибавим, значит, образ жизни 55 процентов и наследственность еще прибавим, пускай там 20, 75 процентов. Да, еще 20 процентов от состояния окружающей среды. Это все входит в понятие здоровый образ жизни, как мы себя окружим, будем ли питаться здоровой пищей, для этого сознательно отбирать или производить эту пищу. Либо же будем бездумно что-то покупать или еще что-то делать. То есть, все зависит от мозгов. И вот, смотрите, вот такая вот вещь. То есть, что вы хотите сделать своими вот этими вот рекомендациями, которые вы сами оценили, что они влияют на 8-12 процентов, а все остальное зависит от самого человека. И вот именно с этим я рассказываю, как там работать, так или иначе. И сам работаю. Так, вот это сущность теория оздоровления. Вот моя теория. Нормализовать все главные процессы физиологические, которые происходят в организме человека. Все. И больше там заболевания сами отскочат. Так, ситуация отнюдь не нейтральная. Можно легко продемонстрировать опасность его некоторыми рекомендациями. Во-первых, это касается широко разокромированной уринотерапии. Да ничего я не рекламировал. Я просто мне было интересно, интересно, как вот омердоватой мациацией, либо же вот как сейчас. Я написал современное траволечение, и мне интересно и важно глубже узнать, как работают травы, дабы применить их к себе. Не просто что-то там написать, а знаете, вот что важно. а не то, что рекламирую, вот это никто. Будто я хожу и говорю, вы пейте мочу, пейте мочу, пейте мочу, пейте мочу, и все. Ужас. Так, известно, что в суточном количестве мочи у человека содержится до 20-40 миллиграмм картикостероидов и их метаболитов. Упаривание мочи по Малахову приводит к повышению концентрации стероидных гормонов. А не разрушаются ли эти самые эти стероидные гормоны от высокой температуры. И, кстати, упаривание мочи по Малахову, а я бы сказал, по Господу Шивы, индусскому главному богу, и там триада богов, значит, Брахма, он создает вселенную, вселенную, вишна ее поддерживает, и Шива ее разрушает. Ну, так это просто, если сказать. Так вот, как Шива и рассказал об упаривании мочи. И я оттуда это взял. Более того, более того, я все, нет, нет, но показываю. В Индии Кханабати, Кханабати, ну, вот, такое, это самое, видите, делают лекарства из коровьей мочи. Вот оно какое, чтобы было ясно. А вот, вот, его употребляют, но оно уже практически выветрилось. Оно раньше пахло, вот знаете, если кто-то знает бобровую струю, аромат такой у нее. Так вот, примерно вот так вот и пахло вот это лекарство. Так, в результате больным проводится, в результате больным проводится длительно, неконтролируемое гормональное лечение в недопустимых дозах. Ну, это уже, знаете, придумка. Вот, мне хочется, знаете, такую вещь сделать, это сейчас, значит, стероидные гормоны, стероидные гормоны и высокая температура. Как действует стероидная, что-то гормоны повышает. Повышается при охлаждении побочные эффекты. обладает мощным глюкокоркостероиды, показания побочные эффекты. Читать еще. Это стероидные гормоны, обладающие мощным и разнообразным действием, противовоспалительным, противоотечным, противоаллергическим, иммунно-супрессивным, регулирующим метаболизм углеводов, белков и жирков. В эту грубу входят так-то-то-то-то-то. Эти соединения вырабатывают в организме человека корон надпочечника, тогда природные влияют на разную минеральность, защитных и циклевых процедур, и гормонов, и находится даже... Интересно, вот смотрите, даже казалось бы, вот такая вещь приводит к повышению концентрации стероидных гормонов. В результате проводятся длительные контролируемые гормональные течения в недопустимых дозах. А теперь мы с вами читаем стероидные гормоны. Стероидные гормоны, значит, глюкокортикостероиды. И тут как раз глюкокортикостероиды, кортикостероиды, или кратко просто пишут стероиды, вот это всё отбрасывается. Стероидные гормоны, обладающие мощным и разнообразным действием. Ещё разок читаем. Противовоспалительным надо при болезни? Надо. Противотёчным надо, противоаллергическим надо, иммуносупрессивным надо, регулирующим метаболизм углеводов белков и жиров. Видите, невольно этот человек показал, за счёт чего, если упаренная моча не разрушается, вернее, вот эти вещества не разрушаются, то она вот так вот и действует. Лучшее лекарство из своего же организма. А видите, как преподнесено? Так, мол, неконтролируемое лечение в недопустимых дозах. Получая дополнительную порцию гормонов, кора надпочечником стремительно стареет. Итог болезни пожилого возраста наступает значительно раньше. Климат, остеопороз, ожирение. А оказывается, ничего подобного. Когда люди применяют вот это всё, они отмечают совершенно вот то, что я раньше прочитал. Вот такой вот эффект. Другая рекомендация – чистка печени большими дозами масла, категорически противопоказанная при наличии камней в жёлчном пузыре. Ну, пускай при этом противопоказана, как бы сказать, разумно, разумно. Она может привести к тяжелейшим рассложениям. Ну, согласен. То есть, если вы чувствуете или знаете, что у вас нету каких-то там таких гельбиков в жёлчном пузыре, да, пожалуйста, вы профилактически делаете чистку печени. Царицы наши старшие, как говорили древние тибетские целители. И получаете от неё благодарность в виде того, что все обмены веществ и кровообращение у вас начинают великолепно работать. Организм расцветает. Так. Между тем, Аллахов советует выполнять эту чистку и при жёлчнокаменной болезни. Смотря какие камни. Вот как раз ко мне, почему в клуб приходили больные с жёлчнокаменной болезнью, которые говорили, да, всё, через неделю-две уже помрёте, чистили печень и нормально. То есть, главное, чтобы не было каких-то таких, вот знаете, могут быть, вот такие вот здоровенные камни и твёрдые камни. А все остальные конкременты в виде холестериновых и белорубиновых камушков, то они вываливаются легко и просто. По сути, ставя пациента на грани жизни и смерти, ставя пациента, вот смотрите, вот у нас, у них все пациенты, пациенты, чтобы вы знали, это страдальцы. Все страдальцы. Ко мне приходили люди, которые в первую очередь, как и я сам ранее, обращался к врачу, говорю, ну помоги, ну что, чё, как мне сделать. И вот они полечились, полечились, и толку никакого, и что им делать. Вот ещё в чём вопрос. Не в том, что они вот нарочно сюда идут, а их толкает, их толкает нищета, неспособность оплачивать там такое лечение, они же думают, якобы поможет, который даже не помогает. И чё им делать? И более того, а люди, и люди же и прошли это же лечение, ещё пока там деньги были, ещё там их полечили, там, и бесплатно, и так далее. Но видят эффекта ноль. И чё дальше делать? Ну чё дальше делать человеку? Вот что вы говорите? Так вот, почему? Вы задайте себе самый главный вопрос. Почему человек обращается к народной медицине? Когда есть официальная, которая, будем говорить, вот должна гарантировать тебе излечение, там, ну практически от всех заболеваний. Вот она тебе гарантирует и говорит, мы, мы, мы. А на практике получается совершенно другая картина. Во-первых, не могут, а во-вторых, ещё деньги обдерут. И чё человеку остаётся делать? А он помирать не хочет. И вот тогда начинает там и мочу хлебать, и травы пить, и прочее, прочее делать для того, чтобы выздоравливать. И выздоравливает, кстати. А я же показал, вот, вы говорите, это лженаука, как, с учётом физиологии, откуда убрать наибольшее количество шлаков, где они образуются в толстом кишечнике. Как нормализовать работу организма? Чистка печени, где все обменные процессы. Далее очищаем жидкостные среды. Нормализуем питание, движение. И, пожалуйста, человек здоров. Так, доктор медицинских наук, профессор кадров патологической физиологии Московского государственного медико-стоматологического университета. А, Елена Малышева в интервью газете «Труд» по поводу Малаха отметила, что... А что я вот это самое... Ну, ладно. А, спросили, что коллега я там или нет. Он не мой коллега. Я врач по образованию, профессор и доктор медицинских наук. Коллеги моими может считаться только врач. А люди, которые не имеют образования и бросаются давать советы, преступники. И во всех странах мира их сажают, у турму сажают. Позвольте, Малышева, Елена, разница, разница. Вот у вас что-то заболело. Ходить не можете. Что? Вот вы тут гордитесь своими там какими-то знаниями того, сего, пятого... А что ж вы их не примените к себе, чтобы вы нормально ходили? Вот вопрос такой. И я, допустим, я уж не буду говорить, что там академик и так далее. А я вот благодаря вот этим своим знаниям, видите, и хожу, и очень доволен состоянием своих суставов. Хотя тоже была там жесть жестяная. Ну, почему? Ну, вот кого слушать? Кого слушать? Я хочу быть здоровым. Вот каждый человек говорит, я хочу быть здоровым. Медицина, ох, мы тебе сделаем. Всё, валят в медицину, и там такие вещи делаются. Я вот в который раз вам показываю. Вот удалили полипы у человека. Полипы у человека, почему я чистотел? Вот это вот изучаю и потихонечку начинаю применять. Да потому что с его помощью удаляются полипы, легко и просто оттуда, без всяких операций. И другое дело, вот удалили не просто полипы, а часть толстого кишечника, там одну треть. И тем самым нарушил многие функции в организме. То есть, сделав человека инвалидом на всю оставшуюся жизнь. И это считается нормальным. Немножечко думайте, 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 думайте. Далее тут это самое, скандал в интернете, что про диабет. И тем не менее, тем не менее, тем не менее, вот то, что я рекомендовал и говорю, вот диабет второго типа у человека. Значит, если диабет второго типа, это что говорить, что сахар плохо усваивается клетками. То есть, клеткам он не нужен. И, значит, тогда меньше питания, соответственно, особенно там, и больше физическая нагрузка. Вот эти два фактора. И тогда клетки становятся голодными, из-за того, что они работают физически, и потребляют нормально сахар. То есть, вот это простое и понятное объяснение, без разного рода там каких-то таких-то вещей, хотя там много всего. То есть, это основополагающее. Клетки по какой-то причине не хотят усваивать сахар. То есть, его избыток в организме. И этот избыток вместе с мочой сбрасывается вон из организма. Значит, что надо сделать? Заставить клетки, чтобы они опять брали этот сахар. И, естественно, питание меньше, чем мы можем съесть много. А клеткам этого не надо. Вот это основное. Не будем вдаваться ау-там, ау-сям, а еще как-нибудь там, знаете, лукавить. Лишь бы, лишь бы, лишь бы. И, 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 и. И дальше. Доктор медицинских, профессор, в прошлом ведущей программе «Без рецепта» на НТВ Яков Брандт. Брандт, вот он, вот он какой. Да, советский кардиолог, заслуженный врач-вроссетель, ведущий врач-вроссетель, премиум, более же, как автор, ведущий медицинских телепередач «Без рецепта». А давайте это самое, посмотрим, Яков Брандт, жив ли этот человек? Вообще-то, вообще-то, меня заинтересовало. Яков Брандт, да? Врач Википедии, ну, по-моему, Яков Брандт, Википедия. Однако же, однако же, вот человек, который, грубо говоря, меня там, это самое, топит Яков Бенеминович Брандт. Родился 20 мая 1955 года, то есть на год младше меня, а скончался 12 июня 1918 года советский и российский кардиохирург, заслуженный врач России, телеведущий, ловерат государственных премий России. Знаете, вот когда вот так вот кто-то что-то дает, ну, и что вот слушать этого человека? А что он говорит? 90% из того, что пропагандирует Малахов, нонсенс. Ну, а что ты пропагандируешь? Что ты пропагандируешь? Грубо говоря, если ты такой медицинских наук, доктор, профессор и тоже телеведущий, можно сказать, да ты должен вечно жить, ну, так вот, по-нашему считается. А тебя уже нету. А я вот эти 90%, которые он считал, что это нонсенс, а я использую, и вот перед вами, видите, как живчиком распинаюсь. Его советы запросто могут нанести вред. Они знают, знаете, могут нанести, они не могут. Вот я их применяю. А вот что касается ваших, а их уже некому и давать-то. Малахов не имеет никакого отношения к народной медицине, его деятельность вообще опасна. И вот отсюда простой вывод, чья деятельность опасна? Тех, кто живут, или тех, кого уже нету? И на этой ноте я и закончу. Вот и подумайте, где правда, где ложь, где вымысел. И кто в конечном счете прав? Кто еще остался живой? Или кто что-то там говорил? Вот это правда матка. Вот как ни крути.